всем привет ребят на моей маленькой аквариумной ферме вот приехал покормил рыбешечку и надо чем-то заниматься уже так долго что-то кормил что уже обед уже скоро снова надо будет кормить рыбку но надо заниматься дальше работать данюшку всю убрать которая не отнерестила вчера вижу здесь есть икринка немножечко ну и посмотрим что там на металле не на металле ну и у красного неончика тоже есть в одном аквариуме икринка остальной красный пускай сидит дальше синим вчера разобрались там скорее всего уже личиночка проклюнулась надо тоже куда-то ее убрать у меня пустых аквариумов один внизу но там не знаю будет ним за холодно возможно куда-то сюда вот перелью ну еще сам не знаю но что-то там пред придумаем ребят селенок что-то не особо много ну надо работать ребят ну и в принципе день начинается всем приятного просмотра вот и разобрался с данюшкой данюшки отнерестилась еще три парочки остальные убраны там не было у самок икринки все спокойствие зданию все работа окончена ждем пока проклюнется личинка еще дня два пускай стоит также убрал парочку неонов красных на металле здесь и кренки но и кренки немного ребят и такая вся что-то пропавшая но что-то не получается у меня красный неон но в принципе будем что-то стараться и пробовать немножечко личинки проклюнулась вот в этом вот аквариуме по моему есть до плавает и здесь что-то да тоже есть в общем говоря с неоном красным еще надо поработать потому что хочу его перелить вот сюда вот ребят в один аквариум красный во второй или в два синие и уедут они вон туда вниз замерил я температуру в этом аквариуме там температура 25 градусов думаю будет конечно же нормально здесь кондиционер обдувает и получается температура хорошая работаем ребят с красным неоном и синим неоном с личинкой вот и нерестовички опустили от неона и от красного неона синий и красный уехали у меня вот сюда вот на низ личинки конечно же не поймать на эту камеру здесь красненькие а вот в те два аквариума я залил неона синего здесь вот сколярка хорошо себя чувствует питается и скорее всего я перекармливаю видите сколько мусора но все отличненько питается и растет с нерестами все покончено и пока я вот здесь не тушился в этом вот аквариуме я заметил две рыбки большущих таких огроменных и сейчас буду высаживать их на нерест есть у меня пустой аквариум и будем пробовать конечно же чё-то там от них получить и конечно же надо подготовить немножечко ребят нерестовиков под вот эту вот рыбку оставшуюся там по моему 12 надо ну посмотрим сколько подготовлен поехали вот еще немножечко работы в копилочку те аквариумы что в конденсате подготовлены повод нерест интернет ну будем пробовать конечно же я не уверен что они от нерестятся вот эти вот что вверху там ну будем как-то что-то пробовать и также убрал я отсюда вот два таких огромных сама и вот поместил сюда сделал все условия то есть аэрация сумасшедшая вот это вот штучка пенопласт и здесь плавают вот такие вот зверьки самочка и самец вот это вот самочка у нее вот видите эти плавнички острые а у самца вон там в виде такие аж оранжевые такие вот эти плавники передние и это самец на это самка и мне круто повезло потому что белые мои все пропали таракатумы а вот такие вот остались и это это очень хорошо потому что у меня по моему был черный самец а кто-то мне принес или я купил где-то вот самок а я покупал самок только вот видите осталось только одна и самец мы будем пробовать возможно что-то и получится если они ну там нет нерестятся до завтра завтра буду стимулировать их осмосом спущу воду здесь примерно 20 сантиметров я не знаю правильно делаю или нет но что-то вот так вот буду пытаться 20 сантиметров воды пенопласт вверху аэрация ну и если чет не будет никаких телодвижений так сказать я спущу воду до сантиметров 5 и капельным путем будут переводить плавненько на осмос оставил там по моему 20 литров еще воды осталось у меня но не 20 там 16 осмоса оставил здесь пускай прогревается ну и в принципе всем самым надо холод ну посмотрим что-то будут короче говоря мудрить с этими сомиками нет так сделаю уколы и будем пробовать закажу где-то вот этот и пофис и будем что-то колоть хочется таракатумов размножить еще у меня с ними опыта не было ну посмотрим пускай пока сидят вот так дальше здесь у меня была такая самочка вот видите еще одна тоже он там пузатая такая пятнистая и отсадил ее народы вот она здесь вот прячется но на толстая капец остальные роженицы молчат тоже толстые но что-то молчат вот по дну там уже мусор скопился и надо скорее всего что-то замены какие-то делать вот вся остальная рыбка ребят покормила говорю покормлена проблемных аквариумов нету но начинается забиваться губки и завтра это все дело надо будет подменивать потому что вот здесь уже подменил здесь вот у барбуз не взвесь уже фильтрация плохо происходит потому что губки забились и надо это все дело конечно же подрегулировать завтра здесь поплыла тернешечка но такое количество я уже более менее доволен если честно здесь и красненькие синие желтые зеленые зеленые где-то были плавали вроде бы видел но пускай вот созревает кормлю все хорошо и прекрасно также не он вверху все хорошенько ну че то вот эти вот так плохо плохо созревают есть ну че то они должны уже плавать полным ходом но плоховастенько остальные что-то там опа вот и нерест это только начался или не могу понять что это такое как бы два самца но непонятно выпускать но икра есть сейчас будем наблюдать за ними если чё уберем ребят и получается эта пара нерестится это пропал у меня самец я другой забросил это пара нерестится это уже хорошо сейчас надо ребят идти в дом и поклеить хотя бы ребра жесткости чтобы они схватились до завтра и что-то какие-то махинации делать с этими аквариумами которые я готовлю сюда отсадники под живородочку живородочку побольше то мечей и малинезе она вот и немножечко поклеил ребят ребра жесткости все хорошо но это еще не все потому что чё я хочу сделать чтобы отсадники были вот так вот здесь планочка держалась здесь планочка держалась но и соответственно отсадник и сзади будет фильтр стоять air lift ну и примерно они будут вот такие вот отсадники побольше потому что ну рыбка большая также вот здесь вот надо будет то наклеивать еще всякие штучки чтобы накрыть покрытыми стеклами и покрытые стекла хочу чтобы вот так вот выдвигались сюда ну надо будет что-то конечно же еще клеить и клеить но мы это все сделаем пока пускай вот это вот все просыхает и возможно завтра если успею потому что завтра много много подмен что-то да и будем думать с этими отсадниками с этим всем отсадники будут со стекла по бокам только дно будет в этом сеточки ну что-то будет конечно же это все в дальнейшем сейчас поехали кормить рыбку и скорее всего домой вот ребят и на сегодня работа окончена рыбка вся покормлена света чувствует себя очень даже таки и хорошо ну это конечно же классно и классно тем что нету проблемных аквариумов ребят по поводу манки вот этой вот как я ее варю не знаю сколько у меня займет съемка этого видео потому что нехватка у меня времени рассказываю просто так два литра воды на пятилитровую кастрюльку и четыре ложечки я варю на свою разводинку это мне на два дня даже два с половиной дня ну то есть я раз раз в день кормлю вот этой манкой процесс живую вот таким вот сачоком под и из-под артемии и ложечкой так вот все разбрасываю по аквариумам едят конечно же суперски очень даже такие хорошо когда вода закипит я засыпаю вот манку в кастрюльку и помешивая минут так 15 она проваривается сразу же убираю с огня и под холодную воду потому что если это не сделать она будет слепаться а вот так вот она рассыпчатая такая в аквариумах суперски и ну в принципе она не задерживается в аквариуме так как рыбки и и съедают то рыбки то сомики то креветки то улитки в общем говоря быстро она поедается как-то так денек снова слетел и буду я ехать домой с вами был александр всем приятного дня очень хорошего настроения мирного неба над головой и до завтра ребят